Глава 11. Арест. Мир ли Арес? Неизвестный мир. Глава 11. У нас, слава богу, с документами все в порядке. Комар носа не поточит. Будем валять дурака. — Конечно, это же естественное твое занятие, — пробурчала Марта. — Так, мы ничего не забыли? Дозиметр, — вспомнил я. — Если его найдут, — сейчас. Она залезла в рюкзак, достала прибор, поставила на пол у самой двери и прочитала заклинание. Устройство превратилось в грязный деревянный ящик, полный пустых пыльных бутылок. Герда подошла поближе, присела на корточке, осторожно притурнулась рукой. Пальцы коснулись холодного железа. — Иллюзия, — пояснила довольная волшебница. — Быстро и просто. Продержится не меньше четырех часов. — А потом? — А потом, полагаю, в этом доме случится маленький пожар. Такое часто происходит в заброшенных строениях, знаешь ли. С этими словами Марта быстро зашвырнула под кровать какой-то шарик. На лестнице загрохотали шаги. Мы вернулись на свои места перед печкой. Дверь распахнулась. На пороге возник человек в резиновом костюме. В руках он держал короткий автомат. — Встать! Руки за голову, лицом к стене! — ряхнул он. Марта громко взвизгнула и вцепилась мне в руку, словно барышня, увидевшая крысу. Герда окаменела. Я, успевший нацепить на нос очки с толстенными стеклами, вжал голову в плечи. — Встать! — вновь ряхнул солдат и шагнул в комнату. Следом за ним в помещение вошли еще двое. — Дорогая! — проблеел я, поднимаясь на ноги. — Ты... ты слышала, что сказал господин офицер? — Давай, вставай. И отпусти, наконец, мою руку. Синяки же останутся. Марта поднялась на ноги и отступила к стене. Она выглядела настолько испуганной, что и можно было хоть сейчас давать Оскара за удачное перевоплощение. Мы с Гердой тоже отошли и завели руки за голову. Первый из вошедших продолжал держать нас на мушке, двое других быстро осмотрели комнату. — Что здесь? — спросил появившийся на пороге офицер. — Трое шпаков, господин капитан. Мужик и две бабы. Капитан кивнул и вошел в комнату. Несколько секунд он внимательно разглядывал нас, полным презрением взглядом потом спросил. — Кто такие? Сколько вас? Откуда пришли отвечать быстро? — Прошу прощения, господин, — забумнил я. — Меня зовут Олле, это моя жена Марта и Мирабелла, наша спутница. Мы ехали на поезде, но на него напали бандиты. Мы убежали, долго искали жилье, пока, наконец, не пришли в этот город. — Я, конечно, понимаю, что нам не следовало забираться в дом без спроса, но мы так устали. Мы можем компенсировать ущерб. Солдаты громко рассмеялись. Офицер, успевший снять респиратор, тоже улыбнулся, потом посуровел. — У вас трое? — Да, кроме нас здесь больше никого нет. — Господин майор, можно опустить руки? — Заткнись. — Обыскать. Солдаты начали обыск. — Оружия нет. — Осмотрите вещи. — Слушаюсь. — Значит, и ехали на поезде. Задумчиво протянул офицер. — И куда, позвольте узнать? — В Салазар. — К кому? — К нашим знакомым. — Понимаете, я с ними вместе работал. — Кем? — Простите, что кем? — Кем работал, дубина, и где? — А, понятно. — Я инженер-электронщик. Работал в КБ на Триландском заводе Северо-Западной энергетической компании. — В армии служил. — Никак нет, зрение. Без очков почти ничего не вижу. Простите, господин полковник, но можно все-таки опустить руки? — Опускай. — Ну что, есть что-нибудь интересное? — Нет, господин капитан. — Тряпки, перочинный нож, несколько книжек по электронике, жратва и фляга. — Ясно. — А ты чего молчишь? Палец офицера, затянутый в зеленую резину, ткнулся в сторону Герды. — Меня зовут Мирабелла Рот, а я еду к тетке в Салазар. Жалобным голоском затянуло-то господин Олли и госпожа Марта. Помогли мне сесть на поезд. А когда начали стрелять, мы вместе убежали. — Понятно. Капитан лениво перелистал несколько страниц справочники, извлеченными из рюкзака. — Инженер, говоришь? — Хорошо. Инженеры нам нужны. — Чистокровные? — Да, конечно, вот документы. — Отставить. — Документы я сам, как ей хочешь, нарисую. — Ладно, собирайте шмотки и выметайтесь на улицу. Даю три минуты. — Господин полковник, а может вы нас отпустите, а? — Да ты что, сдурел? — Сказано же на улицу. — Здесь вообще запрещено находиться штатским. Он повернулся и спросил подошедшего солдата. — Ну что, больше никого нет, все чисто. — Отлично. Мы быстро побросали вещи обратно в рюкзак и сумку и торопливо вышли на улицу. У дома стоял большой грузовик с открытым кузовом. — Залезайте! — скомандовал рябой солдат, откидывая борт. Я максимально неуклюже вскарабкался в кузов и помог подняться остальным. Кроме нас там уже сидели несколько штатских. Две полные пожилые женщины в монашеских рясах, облепленные со всех сторон перепуганными детишками, судя по одежде воспитанниками приюта, седой жилистый старик с грозным лицом и двое связанных парней в мятой грязной форме со споротыми погонами. На нас они не обратили никакого внимания. Мы уселись вдоль борта и принялись ждать. Уже практически стемнело, было холодно и неуютно. — Куда нас? — шепотом спросила Герда. — Расстреливать. — Не думаю, — улыбнулась Марта. — Если б хотели расстрелять, то сделали бы это прямо здесь, на улице. — Зачем куда-то везти, сама подумай. Грохнули доски, в кузов запрыгнули двое солдат. Они подняли борт и уселись рядом. — Ну давай уже, поехали, Соня! — крикнул один из них и громко рассмеялся. Послышался звук заводимого мотора, затем грузовик тронулся с места. Не включая фар, он выехал из города и начал медленно, словно на ощупь, карабкаться вверх по узкой горной дороге. Ехали молча. Стало совсем темно, но водитель по-прежнему не зажигал фар. Возможно, у него в кабине стоял прибор ночного видения, иначе мы бы уже давно врезались в скалу или слетели в пропасть. Я осторожно прочел заклинание глаза совы и, приподнявшись на локте, стал оглядываться по сторонам. Дорога поднималась все время вверх. Несколько раз мы проехали сквозь тоннели, потом начался головоломный серпантин. Признаться было очень страшно. Наконец грузовик въехал в узкое ущелье, над которым оказалась натянута маскировочная сеть. Дорога стала значительно лучше, водитель поддал газу, машина побежала веселее. — Похоже, мне известно, куда нас везут, — сказал я. — К тем самым вратам? — спросила Марта. — Да. Думаю, мы узнаем ответы на многие вопросы гораздо раньше, чем планировалось. Одного не могу понять, зачем им столько людей. Уверен, что все пассажиры с нашего поезда тоже проехали этой дорогой. — Решили всерьез заняться колонизацией, я полагаю. — Пожалуй, плечами Марта. Ты же сам слышал. Им нужны инженеры-электронщики. Но зачем? Сквозь врата невозможно пронести ни целый прибор, ни детали. Займутся изготовлением на месте делов-то. Ха, ерунда. Это тебе не крестиком вышивать. Даже для того, чтобы собрать простенький радиоприемник, требуется развить кучу технологий. Им придется возводить всю промышленность с нуля. А это дело на десятилетия. А если за вратами другой техномир? Не думаю. Там у них не будет никаких преимуществ. Хотя, что гадать, поживем-увидим. Ущелье тем временем расширилось. Становилось ясно, что поездка подходит к концу. По обеим сторонам от дороги сновали люди. Стояли грузовики, бронетранспортеры, танки. Штабелями поднимались к небу пирамиды тюков и ящиков. Пахло бензином и мокрым железом. Ревели моторы, звенел металл, но весь этот шум перекрывал низкий глухой гул, от которого заныли зубы и заломило в затылке. — Смотри! — сдавленно воскликнула Марта и тнула пальцем куда-то вперед. Я встал и посмотрел в указанном направлении. Увиденное потрясло больше, чем даже недавнее приключение с таинственной пиявкой. Термин «врата» на самом деле достаточно условен. Теоретически по форме они больше всего напоминают неровную кляксу, размером от 2 до 6 метров, лежащую на земле и заметную только избранным. Никаких столбов или запоров. Для активации достаточно встать сверху и послать соответствующий мысленный приказ. Но врата, к которым сейчас подъезжали мы, были самыми настоящими воротами. В прямом смысле этого слова. Представляя собой огромную арку, высотой метров 10 и шириной 15, собранную из толстых чугунных блоков, соединенных гигантскими болтами. Они словно сошлись с картинки прижизненного издания романа Жюля Верна, Архитектор, создавший этого монстра, явно был поклонником стиля стимпанк. От ворот исходил тот самый низкий гул, замеченный ранее. К ним тянулись толстые бронированные кабели, между фарфоровыми изоляторами иногда проскакивали искры. Пахло озоном. Грузовик снизил скорость и поехал точно по осевой линии, прочерченной на земле фосфорицирующей краской. Чугунная громада величественно проплыла над нашими головами и... И внезапно в глаза ударил яркий солнечный свет. На той стороне был день. Теплый летний день. — Добро пожаловать в дивный новый мир! — торжественно провозгласил я, чтобы хоть как-то разрядить напряжение. — На самом деле, мне и там было неплохо, — проворчала Марта. — Интересно, куда нас черти занесли? — Ты не знаешь? — Сейчас посмотрим. Для ориентирования на местности требовалось не так уж много времени. Сначала следовало прочесть заклинания, затем быстро взглянуть на солнце, потом прикрыть глаза и прокрутить в уме спектральные характеристики всех известных светил. — Ты, конечно, будешь смеяться, дорогая. — Медленно произнес я, выполнив все указанные выше действия. — Но... Это Ириан? — Топинамбур в электролите! — бросила в сердцах моя верная спутница. — Но почему нас все время швыряет именно сюда? — Карма? Я развел руками.